Дорогие мои, всем привет! Всем добрый день! Собираюсь на улицу. Пойти прогуляться. Время полдвенадцатого времени. Пойду прогуляюсь, потому что сидеть дома уже невыносимо. Невозможно уже, понимаете? Начинаешь медленно сходить с ума. Прогуляюсь. Сегодня пойду в другую сторону схожу. Никуда обычно сходим, а схожу в обратную сторону, в сторону второго. Иду до пятерки там. Не хотела никуда заходить, я, конечно, не хотела. Яблок надо мне. Куплю яблок. Куплю яблок. Молока и хлеба заодно уж куплю, чтобы все последующие дни не выходить. Пройду в другую сторону, совершенно схожу. Окна все открыты у меня, приветриваются. Закрышу палочение, просто ничем пока отдыхает. Так. Ну, ладно. Не знаю, шапку одевать, не одевать. Посмотреть, что на улице творится. Такая погода, посмотри. Вышла на улицу. Зашла в почтовый ящик. Что-то из Сыгаза мне. Когда бумажка пришла. Распечаталась сейчас. Что пишут? Ага. Страховая компания, что на основании данных. Ага, да. Диспансерное наблюдение. За диспансерным наблюдением. Ага. Диспансерное наблюдение. Лекарства выдавали лучше бы вовремя. Лекарства не дают. Надо так и не написала. Я жалобу-то министерства. Диспансерное наблюдение. Пройти вам надо. Спасибо. Диспансерное. Зараза уходить этим ловить. По больницам. Лучше бы лекарства дали. Они лекарства не отвечают. Я им звонила. Спрашивала. Они говорят, мы не занимаемся этим. Мы только вот обследованиями, значит, лечением. Лечебным процессом. Лечебным процессом. Если УЗИ там не делают. Или там что-то отказывают от чего-то. Вот. Лекарства мы не занимаемся на министерство. Короче. Пошла. Пусть тоже. Ну, пойду. Гуляюсь, подышу воздухом. Это прямо уже ум за разом заходит. Вот у нас военный дом. От войсковой части Ратник. У нас Ратник, войсковая часть. У нас напротив нашего дома. Вот для них построено тут два дома. Букавка ИГ. Вот видите, как территория вся огорожена. И вот КПП стоит. Шлагбаум, КПП. Просто так ты туда не пройдешь. Вот их стоянка. Машинки тут стоят. Представляете себе, государство в государстве. Огорожено все со всех сторон стальным забором. И КПП. И на КПП стоят ребята все время солдаты. Срочники, наверное. Срочники стоят на КПП. И пропускают тут своих. А уж как они по пропускам. Или не знаю, как у них. Может быть печати на лбу стоят. Или знают они уже всех своих. Факт тот, что туда ты не пройдешь и не проникнешь. Нормально это у нас в нашем государстве, в правовом. Все отгорожено. Территория. Там детская площадка есть. Для своих детишек у них. Для своих детей. Детская площадка. Мамочек с колясками даже не пускают там на лавочке посидеть. И там или ребенку на горке прокатиться, да? Со свиным рылом в калашный ряд не пускают. Куда вы лезете? Тут же ратник у нас. Никто никого не пустит. Вот все огорожено. И только по этим не заедешь. Стоят два солдата. С утра до ночи караулят. С чего караулят? С утра до ночи. Вот так вот мы живем, ребята. Мы быдло. Мы никто. И звать нас никак. А тут живут белая кость. Ратник. Соратник. И сегодня в другую сторону. В обратную сторону. Вот он. Государство в государстве. Пойду сегодня в эту сторону. Прогуляюсь. Хорошо на улочке. Вообще 8 градусов, по-моему. Деревушки стоят. Деревья. Ой, пойду, пройдусь. Народом никого. Машин мало. Ну, прогуляюсь. Хорошо на улочке. Красота. Красота. Туда еще бы съездить охота. Туда еще бы съездить охота. Что ехать-то? Все занесено. Все завалено. Ну, а что поедешь? Не проехать, не пройти. Так вот прогуляться бы. Прогуляться просто бы, но по воздуху. Ну, что проехаться вот. Что у меня вот палочный ходок со своими больными ногами. Так бы выехали куда-нибудь. Или в Карелову мало. Я бы съездить его можно. Ну, что он будет в машине сидеть, а я пойду бродить куда-то. Он не может совсем ходить. Так хочется куда-нибудь просто выехать. В лес просто, в лес. Ну, что вот с ним? Ничего, каши не сваришь, блин. На санках только таскать его. Пусть стукнули, как я не утащу. Пошла. Заправочка, на которой мы заправляемся. Конечные автобуса у нас вот тут. Десятка. Прямо от нас можно уехать в другой конец города. На одном автобусе без пересадки на сульфат. Десятка. А здесь раньше еще, по-моему, пятерка или что-то останавливалась. Вот. Тут все десятки стоят. Можно уехать от нас вообще. У нас очень хорошая транспортная развязка. Тут мы и живем тоже. Считаю, что в Сигирях. И в центре. Ну, у нас транспортная развязка вообще очень хорошая. У нас в любом транспорте везде можно уехать. Везде. Единственное, не уехать в Маймаксу. У нас только пересадку. Раньше в Маймаксу даже ходил 22 автобус у нас. Это вообще там. Это вообще. Вот один конец города. А Маймакс, это вообще там другой конец города уже. Вообще тоже. В общем, из конца в конец. А теперь вот на сульфат можно уехать. А Маймакс еще дальше сульфата. Сейчас 22-й убрали. Не ходит. А так вообще, куда угодно можно от нас уехать. Очень хорошая транспортная развязка у нас. Ой, что-то машин. Машин побежала. Поехали на даче, наверное, едут люди. Все еще выходные у всех. Отдыхают все. Праздник и завтра Рождество. О, ой, сколько бежит, 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 бежит. Едут, едут, наверное, там у нас в ульмах. Там у нас дача в той стороне. В стороне дача. Так вот там много очень дачных кооперативов. Тут, наверное, чешут все на дачу. Вот к пятерочке подхожу. К пятерочке дошла. Сейчас зайду в пятерочку. Тут эконом. Магазинчик есть. Куплю себе краску. Надо мне для волос посмотреть. Давно-давно не красилась. Даже на Новый год не красилась. Сейчас вот зайду. Посмотрю, здесь тогда брала. Вот краски. Ой, сошла с улицы. Ничего не вижу. В кладах слезы. Чем я красилась? Забыла тогда, как краска красилась. Полец, что ли? Забыла. 153 минут. Не помню, как краска надо оставлять бы. Посмотрите. Ладно, посмотрю сейчас. Купила яблочко. Музыка играет. Нельзя авторские брова. Ой, ребята. Опять у меня ночные прихоти. Купила сегодня. Тарталеток купила. И вот хочу икорки пробацать. Масло положила уже. Кучу икорки. Хо-хо-хо-хо. Ну, очень вкусно. Не передать. Так это вкусно. Ну, вот поели, теперь можно и поспать. ПОЕВАЯ МУЗЫКА ПОЕВАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...